Главная новость мирового значения, переговоры в Кремле, самые острые вопросы Владимир Путин обсуждает с госсекретарем Соединенных Штатов Джоном Кэрри. Разговор за закрытыми дверями продолжается больше двух с половиной часов. Перед началом встречи журналисты обратили внимание на некоторые маленькие детали, которые могут иметь большое значение. Что увидел наш корреспондент? Об этом в репортаже Антона Верницкого. Прежде чем встретиться с Владимиром Путиным, госсекретарь США утром больше двух часов общался с Сергеем Лавровым, а потом даже выкроил время для прогулки по Москве. Дело в том, что плотный график Владимира Путина позволял провести встречу с госсекретарем США лишь вечером. Все это время журналисты терпеливо ожидали Керри в Кремлевском пресс-центре. И вот после покупки подарков на Арбате, среди которых была и традиционная матрешка, и кукла в национальных российских нарядах, и янтарные колечки для супруги, а также с подаренным Сергеем Лавровым Дедом Морозом, которого глава МИД России, по его словам, снял с елки после их переговоров, Джон Керри направился в Кремль. О том, что встреча госсекретаря США с Владимиром Путиным состоится, заговорили после общения президентов двух стран в Турции. Тогда, уединившись, Путин и Обама оживленно беседовали в перерывах между заседаниями саммита Большой Двадцатки. Напомню, что это уже вторая встреча госсекретаря США с президентом России за последний год. До этого они встречались в Сочи, и тогда переговоры сдвинулись на четыре часа. Как и тогда, сегодня встреча была инициирована американской стороной. Уважаемый господин госсекретарь, мы видим, сколько усилий вы прилагаете для урегулирования ряда очень острых проблем. Мы успеваем за вами следить, за вашими примещениями. Вам нужно выспаться, я вижу. Но вы знаете, что мы ищем вместе с вами развязки наиболее острого кризиса. Знаю, что после нашей встречи в Париже американская страна подготовила свое видение о разрешении ряда проблем, в том числе и сирийского кризиса. И сегодня у вас состоялись обстоятельные переговоры в Министерстве иностранных дел России. Министр Лавров мне сейчас доложил подробно и о ваших предложениях, и о некоторых вопросах, которые требуют дополнительного обсуждения. У вас была возможность поговорить с президентом Обамой в Нью-Йорке, а после этого вы с ним встречались в Париже. И вы, как и президент Обама, выразили приверженность тому, чтобы оказать содействие господину Лаврову, мне и нашим командам, для того, чтобы выработать определенный подход по решению тех вопросов, которые связаны с Украиной и Сирией. Кроме того, в том, что касается Сирии, такие переговоры, как Вена-1 и Вена-2, это действительно очень хорошее начало. И оно открывает целый ряд возможностей, и совершенно ясно, что вместе Россия и Соединенные Штаты могут сделать многое для того, чтобы продвинуться вперед. Еще перед началом переговоров мы обратили внимание на то, что госсекретарь положил на стол приличных размеров папку с документами и многочисленными закладками. Среди журналистов стали обсуждать не те ли это, а предложения, которые подготовили Соединенные Штаты к этой встрече. Дальнейшее общение продолжилось уже за закрытыми дверями, как и утренние переговоры Керри с Сергеем Лавровым. Начав контртеррористическую операцию в Сирии, Москва стала играть ключевую роль в урегулировании кризиса в этой стране. Но по сирийской проблеме между Россией и США сохраняются серьезные разногласия. И вряд ли их удастся разрешить моментально. Москва считает, что нельзя делить террористов на плохих и хороших, а сама борьба с терроризмом должна опираться на нормы международного права и решения Совета безопасности ООН. Наши президенты за последние месяцы несколько раз обсуждали проблемы, которые связаны с необходимостью более эффективной борьбы с терроризмом. И на этом пути сохраняются вопросы, которые необходимо нам сегодня рассмотреть в контексте дальнейшей работы международной группы поддержки Сирии в частности. Ну и, конечно, само сирийское урегулирование требует нашего постоянного внимания в русле тех задач, тех договоренностей, которые были достигнуты в Вене в ходе двух заседаний этой группы. И, безусловно, проблемы терроризма, они шире, чем просто сирийская проблематика. На днях закончилась международная встреча по Ливии, где ИГИЛ тоже пускает свои ростки. Но и ИГИЛ активничает в Ираке, есть проявления террористические в Йемене, в Афганистане. Разумеется, министры иностранных дел России и госсекретарь США не могли не затронуть и ситуацию на Украине. Как подчеркнул Сергей Лавров, Соединенные Штаты могут содействовать урегулированию украинского кризиса, учитывая степень влияния Вашингтона на киевские власти. Джон Керри, в свою очередь, заявил, что его визит дает хорошую возможность добиться результата по разным направлениям. Прежде всего, это касается борьбы с террористическими группировками. Конечно, Россия и США согласны, что исламское государство является общей угрозой нашим странам и нациям. С ними невозможно вести переговоры, они являются террористами, которые покушаются на нашу культуру, историю и достоинство. И они не оставляют нам никакого выбора, кроме как бороться. Кроме того, как сказал президент Обама, в Нью-Йорке нет ничего важнее, чем достигнуть согласия по Украине и продвинуться по экономической повестке дня. Я надеюсь, что мы достигнем прогресса, ведь миру нужно, чтобы две державы смогли найти точки соприкосновения и договориться по данным вопросам. Встречу с Сергеем Лавровым госсегитарь завершил словами по-русски. В Москве Керри сопровождает внушительные делегации журналистов. Во время протокольной съемки щелчки заторов и фотоаппаратов иногда даже заглушали слова выступления. Интересно, что в век новых технологий до сих пор не придумали ни такую шумную аппаратуру. Если удастся сблизить позиции России и США по сирийской проблеме, это даст возможность провести встречу в рамках международной группы поддержки Сирии в Нью-Йорке. До визита Керри Москва заявляла, что пока не видит смысла в проведении такой конференции. Дело в том, что до сих пор не готовы списки тех, кого считать оппозиционными силами в Сирии, а кого террористическими группировками. Весьма вероятно, что на встрече Лаврова и Керри речь шла и о сбитом Турции на сирийской территории российском самолете. Турция – союзник Америки. Как заявлял ранее Лавров, для Москвы остается загадкой, почему информация о полетах нашей авиации, передаваемой Соединенным Штатом, не была учтена. Что же касается переговоров с президентом России, то они все еще продолжаются. В Кремле, как нам стало известно, по их окончании Сергей Лавров и Джон Керри обещали рассказать журналистам об итогах всего переговорного дня в Москве. Антон Верницкий, Дмитрий Кочетков, Павел Байдалов. Первый канал. Москва. Кремль. Как только станут известны новые подробности переговоров в Кремле, мы вернемся к этой теме.